Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы сегодня с вами изготовим личинку имитацию бакоплава, рачка бакоплава. И сразу же при изготовлении этой нимфы я отвечу на все ваши вопросы. Крючок я взял 12 номер, граб шримп. И как вы видите, используя прокатку свинца, изготовил вот такую форму огрузки. И, повторю, неоднократно, можно использовать и плоский, который, допустим, можно вырезать из листового, который имеется вот такие разные, любой свинец, который вы для себя сочтете необходимым. Также можно спокойно это изготавливать и проволокой медной. Значит, нить я беру согласно толщине моего крючка и той нимфочки, которую я буду изготавливать, где-то порядка 6.0. Мы не подравниваем тело, так как этой формы нам вполне достаточно. Доводим до загиба. Сразу поставим крючок в удобное для себя положение, так как будем крепить основные элементы. Так как вы и просили, мы будем с вами изготавливать нашу личинку с использованием вот таких ультрафиолетового клея. Можно использовать пятиминутку, можно использовать, как я уже говорил неоднократно, и вот такой клей. Поэтому вариантов изготовления бесконечное множество. Если у вас по каким-либо причинам нет этих материалов, можно спокойно заменить на полиэтиленовую пленку, которой мы с вами уже неоднократно изготавливали такого типа личинки. Как я уже показывал вам, это вот обрезочки обыкновенной пленки, которая полиэтиленовая продается для теплиц. Из нее можно изготовить будет спинку. Мы сейчас, я из остатка первого, который вот неоднократно мы тоже его использовали, вот эту, которая где меньше пуховой части, я отщипну небольшую порцию, для того, чтобы мы с вами могли обозначить заднюю часть нашего бокоплава. Подхватываем здесь, смотрим длину, вполне меня устраивает. Пока ничего здесь окончательно не подхватываем, следим за тем, чтобы мы использовали только лишь саму серединку загиба. Больше нам не нужно. Чтобы не было нагромождений, вот это можно удалить сразу. И теперь, для сегментирования нашего тела, я буду использовать вот такую ультрафиолетовую с отражением леску. Значит, леска где-то порядка 0,18. Я специально ее подобрал значительно толще, чтобы она была по своей толщине, для того, чтобы мы могли с вами в процессе потом изготовления использовать толщину нашей лески, для того, чтобы создать ребра нашей нимфы. Подхватили, сильно не скрепим. Добавим капельку буквально клея на место крепления. И здесь я буду крепить элемент чисто такой декоративный, это вот такой тесненый зеленый люрекс, которым я буду еще дополнительно сегментировать тело. Если его нет, пожалуйста, можно его не использовать, достаточно иметь только лишь одну леску. подхватываем наш материал, окончательно его закрепим. И теперь мы с вами останавливаемся в месте, где мы будем с вами формировать уже окончательно наше тело. Значит, вариантов изготовления нашего бокоплава существует бесконечное множество, но я хочу вам продемонстрировать тот, который более приемлем для нашей работы. У нас очень часто в наборах перьев остаются вот такие придаточные перья, которые детородные. На следующий год они уже будут полноценным пером. Но в скальпе обычно их берут, выбрасывают. Мы его будем задействовать сейчас при изготовлении нашей нимфочки. В качестве тела я буду использовать вот такого типа даббинг. Это не обязательно, не альтернатива. Это своего рода то, что, допустим, имеется у меня. Если у вас есть серый, темная олива, слегка светлая олива, пожалуйста, используйте любой материал, который более подходит под цвет вашего бокоплава. Как вы понимаете, их оттенок и цвет в большой степени зависит от того, какая вода. Поэтому они могут быть и серого, и светло-серого, и оливкового, и серо-оливкового, любых оттенков. Мы сейчас с вами нанесем, как обычно, я уже неоднократно показывал, вот клей-карандаш, который я использую в качестве даббинга. Вернее, ваксы. И теперь мы берем наш даббинг мелкими такими порциями, щепоточка за щепоточкой, и буквально, касаясь нашей нитки, наносим ее на нить, для того, чтобы потом сформировать даббинговую, даббинговый жгутик наш. Нанесли буквально 10-12, самое большое сантиметров, для того, чтобы вам было удобно работать. Учитывая то, что камера мне здесь мешает, я несколько меньше накладываю, но смогу вам, конечно, это все передать. Вот мы вот так наживили буквально на нить, и теперь я делаю следующую операцию. Поставил в удобное для себя положение и прокручиваю. В любом направлении, в каком вам будет удобно. Прокрутили, не трогаем наш даббинг, вот он слегка вот такой лохматенький получился, на нашей нитке. И теперь, начиная от места крепления всех наших материалов, начинаем формировать тело. Следим за тем, чтобы мы не нарушили нашу коническую форму нашего тела. Нить не отпускаем, чтобы она не распустилась. Если есть в этом необходимость, можно пройти пару раз по одному и тому же месту. Это не возбраняется. И вот так мы движемся до тех пор, пока с вами не сформируем тело. Как вы видите, мне с одного раза не хватило, поэтому я возьму, добавлю еще так же порцию, для того, чтобы изготовить наше тело. Тело будет изготавливаться практически из одного и того же цвета, оттенка. Если вы захотите, можно потом в дальнейшем подкрасить несколько другим цветом и оттенком. Поэтому вот в таком оливковом цвете я и буду изготавливать. как вы видите, вышло у нас вот такое слегка лохматенькое, но симпатичное тело. И мы с вами берем теперь то перышко, которое мы заранее подготовили. Значит, как я обычно это все делаю, для того, чтобы мне было удобно. можно нить перевести значит, вместо крепления, но я скажу вам сразу, что я для этих целей специально подготовил вот наш люрекс, для того, чтобы можно было сразу начать крепить мое перо. Укладываем его буквально вот так, чтобы оно у нас было ровненько. И начинаем от загиба. Следим за тем, чтобы наше перо никуда не уходило. Делаем один оборотик. Стараемся выполнить. Подхватили. Как вы видите, оно у нас находится сверху, не мешает. И теперь с вами мне немножко будет неудобно. Я буду закрывать камеру. Значит, берем нашу любимую вот такую зубную щетку, раздвигаем наше перо и крепим люрексом. Мы с вами закрепили, удалили все остатки. Я здесь сделал полуузелочек накидной. И как вы видите, вот у нас вышла вот такая конструкция. Перо у нас никуда не съехало, находится сверху. Мы его закрепили нашим люрексом. Леска пока еще наша остается здесь. Она нам понадобится несколько позже. И теперь вот смотрите, желательно не увлажнять, почему я и применял нашу зубную щетку для изготовления бородок. Сейчас нам необходимо с вами взять лак или же клей, но я, конечно, лучше использовать буду вот такой лак-клей, который я вам уже показывал, так как он глубокого проникновения и в то же время прозрачный. Нам необходимо, буквально вот придерживаясь центра нашей нимфочки, нанести определенное количество клея для того, чтобы можно было подхватить наши все бородки. Вот я вначале вам покажу уже это заметно. Он проникает глубоко, поэтому тот клей, который мы будем использовать потом ультрафиолетовый с застыванием фонарика или же боксидку или же пленку. Пленкой, конечно, было бы значительно легче накрыли и забыли. Но так как у меня мой друг Виталтас спрашивал, можно ли с помощью этого изготавливать такие личиночки, поэтому для меня будет немножко легче показать вам уже в действии, как я это изготавливал раньше. И пока наш клей еще не подхватился, мы наши бородочки стараемся придержать в таком положении хотя бы пару минут. еще немножко наше тело не готово. Лак, конечно, будет сохнуть несколько дольше, чем мы ожидали. Но как вы видите, вот такой у вас формы должно выйти сверху тела. Я закрепил передние усики и теперь нам остается только лишь подождать, когда хорошо подсохнет наш лак-клей и пройти рядышком вот леской возле нашего люрекса и удалить. Вот, друзья мои, как видно на экране, мы с вами изготовили вот такое тело. И теперь нам остается только лишь взять наш клей ультрафиолетовый и стараясь не сильно усердствую нанести его сверху. Стараемся так, чтобы не за один прием более аккуратненько уже используя подготовленное место нашим клеем. Если бы мы с вами это изготавливали уже по такому перу было бы значительно нам сложнее. Вот мы нанесли немножко, разровняем, чтобы впитало по бокам головку, добавим добавим еще. Лучше пусть будет меньше, чем будет много. Поэтому стараемся сильно много не наносить. как я уже говорил, при изготовлении этой нимфы можно использовать обыкновенную эбоксидную смолу пятиминутку. Стараемся так, чтобы немножечко вот так заходило на край наших лапок и как вы видите, меняя угол наклона, мы с вами распределяем по всему телу равномерно смолу. Ну и теперь, так как у нас уже вот приблизительно вот такая конструкция готова, мы еще будем обрабатывать. Закрепим то, что у нас есть. Как вы видите, перо у нас все флуоресцентное, леска тоже флуоресцентная, так что наш бокоплав будет достаточно хорошо себя вести и на больших глубинах. 15-20 секунд, ну сколько вы сочтете необходимым для по величине вашего светового потока или же вашей нимфы. Вот, приблизительно столько уже будет достаточно да, уже наш клей затвердел. И вот обратите внимание, только лишь вот переверну так, чтобы было видно по отблеску. Мы еще не до конца ее доработали, но в принципе это вам уже весь смысл понятен. Пробуйте с разными материалами, разными элементами, как я уже говорил, можно спокойненько взять и обыкновенную пленку. Также можно сейчас взять уже подкрасить, еще сделать более темнее спинку, но я считаю, что нет в этом необходимости. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч! встреч!